Итак, друзья, небольшая новость. Вышло обновление для Paint.net, которое называется 4.2.8. Что там есть? Немного подпилили дизайн иконок, стабильность работы изменили и так далее, тому подобное. Но, вроде бы и ничего особенного не поменялось, но почему же я тогда говорю? Это обновление просто повод обратить внимание на Paint.net. Программа, которая может вам полностью заменить платный Photoshop. Вы знаете, я лично не люблю взламывать программы. Почему-то хочется всегда из любой точки мира, где бы вы ни находились, скачать лицензионную бесплатную программу какую-нибудь. И, соответственно, пользоваться ей в любое время и стопроцентно знать, что вы не скачаете. Если даже будете скачивать с взломщиком, вы не скачаете какой-то еще червь с этим. В Paint.net есть вообще все функции основные из Photoshop. Естественно, Photoshop получше, покруче, но посмотрите, в YouTube очень много различных сравнений, какие картинки можно сделать в Paint.net с Photoshop. И вы увидите, что Paint.net тоже муагет и может очень даже создать красивую картинку, сделать, значит, в общем-то, основное все, что может сделать в Photoshop, можно сделать и в Paint.net. Написать текст, обвести, изменить размер, там, вставить изображение, сделать калаш. Я не знаю, там, я перечислять буду до вечера все возможности в Paint.net. Но, я думаю, предлагаю вам проверить самим. Плюс эта программа, она меньше весит, не забивает диск, как Photoshop, быстрее запускается, чем Photoshop и бесплатно тоже. И я думаю, что все эти три или там огромное количество плюсов, они покрывают то, что он все-таки чуть-чуть функционально похуже немного, да, что-то реализовано. Но, все равно лучше. Так что, друзья, вот так вот. И, мне кажется, современный дизайн, им приятно пользоваться. Новые вот эти кнопочки, и его осовременили, и здесь абсолютно есть все. Журнал, слои, значит, палитра классическая, инструменты тоже, которыми приятно пользоваться. И вот, собственно, и все. Всем доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok